всем привет хочу вам сегодня показать коротенько про заправки бензин может быть и про заправки французские вот мы остановились в таком нелюдном очень месте как видите это деревушка маленькая здесь такая маленькая заправка которая без тетеньки без ничего то есть можно по карте заправиться таким образом как мы это делаем мы просто вставляем карту единственное что я уже вторую попытку делаю здесь хоть и маленькая заправка народу довольно много выбираем какую тип топлива вам нужен мне нужен дизель по-французски дизель газуаль называется выбираем тип топлива и потом просто вводим код вашей карточки вот так вот ввели мы его и собственно все теперь тетенька то должна сказать тетенька тут есть внутри она сидит робот тетенька сейчас она вам скажет давай хоропиликать вот теперь вы должны типа забрать ваш теке но не не сейчас да и вам спасибо в общем она говорит спасибо за визит туда-сюда и мы теперь просто-напросто берем снимаем нужный нам пистолет и заправляем настолько насколько нам нужно вот и после того как мы заправили все что нам нужно забираем чек и в общем-то все едем гулять цены процента сейчас еще вам скажу наверно отъеду чтобы сейчас вдруг тот приедет процент и видите вот цены за 98 рубль 33 95 рубль 31 и дизель рубль 099 сейчас я отъеду там еще одну штуку покажу и процента вам расскажу так значит смотрите что касаемо цен бензин во франции по крайней мере за те два года сколько я здесь живу он дешевеет и сейчас вот на этой заправочной станции видите цены рубль 33 рубль 31 да и ну это я я называю рубль естественно понимает что это евро 1 евро и 33 цента сантима я просто называю так проще рубля рублями так вот когда я приехал цены были порядка рубль 57 около рубль 60 и за эти два года вот цена спустилась и причем здесь на этой конкретно заправки здесь довольно дорого то есть сейчас я уже заправлялся неоднократно на других заправках есть цены рубль 25 рубль 27 и даже рубль 22 встречалась то есть принципе зависит сегодня воскресенье на по воскресеньям таких вот заправок больших большие заправки они закрыты но я имею ввиду там где тетенька где вот касса есть и вы можете заправиться потом подъехать через окошко заплатите и поехать дальше без карточек там без вставляния самому карте к тому подобное хотя в принципе этот вариант тоже не сложный все элементарно но иногда бывают какие-то там может быть глюки с картами или еще что-то в этом духе поэтому может быть сегодня здесь цены чуть дороже может быть завтра даже будет дешевле это вот маленький маленький городок маленькой деревушке вице этого очень малюсенько буквально две колонки двое двух сторон то есть с этой стороны и той стороны можно подъехать такая маленькая колонка и что я хотел сказать я хотел сказать что цены дешевеют как неудивительно для я думаю для многих жителей снг это довольно странное явление когда бензин не дорожает а наоборот дешевеет да и вообще что что бы то ни было так вот бензин дешевеет за два года во франции как видите он подешевел вот порядка 30 копеек около около того в общем не знаю точно с чем это связано ну так вот дешевеет я не экономист не очень там в этих делах не очень интересуюсь этими делами чем дешевеет да и все а вот еще момент да это же во франции как и в европе в целом очень популярны дизеля собственно я сам на дизеле сейчас езжу тоже уже и как вы понимаете дизель он дешевле да вот здесь рубль 30 бензин и рубль практически рубль ровно стоит дизель так вот бензин дешевеет а дизель не так сильно дешевеет то есть они наверное пытаются может быть свести разницу чтобы дизель стал стоить также как бензин я не знаю поскольку есть здесь некоторые некоторое такое движение в сторону смены потому что очень много людей ездит на дизеле да и это засоряет природу засоряет воздух и они сейчас немного борются особенно больших городах в париже там уже идут такие довольно серьезные дебаты по этому поводу хотят чтобы больше людей пересаживались на бензин а еще лучше на гибриды там на электромобили может быть даже то есть движение в эту сторону и может быть вот эти понижения изменения цен может быть это тоже с этим связано я утверждать точно не буду но вполне может быть потому что цена непропорционально падает то есть дизель он был там рубль и ну один и один один и полтора может быть то есть не сильно он упал сравнение с бензином вот такой еще тоже нюанс и наверное сейчас он еще пока здесь уже вот я вижу просто сейчас покажу вам 22 еще нюанса расскажу малюсеньких видите вот эту машинку локасьон и вот здесь вот видите афишка вот она висит такая фишкой написано начинать начиная с 30 29 евро 4 часа стоит то есть этом автомобильчик который можно арендовать вот как вы поняли уже начинает 4 часов точнее цена начинается 30 евро до за 4 часа и можно арендовать и выше и соответственно тоже если вам дольше нужно то есть к примеру вам нужно переехать там или что за перевести вы можете просто на просто арендовать вот такую машинку причем без водителя имеется ввиду вам просто вы просто берете сам автомобиль и перевозит то что вам нужно и потом возвращаете автомобиль то есть такой прокат своего рода машин но имеется ввиду не автомобили обычных легковых чтобы куда-то поехать а вот такие вот бусики микроавтобусы или грузовички вот такой тоже момент присутствует это вот практически у каждого довольно большого супермаркета или сети супермаркета у них есть такая вот штука сейчас мы возле каррефура находимся вот он увидеть довольно малюсенький такой очень маленький и маркет собственно маленькой в маленьком городишке деревеньки но даже здесь есть все все то что нужно там он заправка вот там видите мойка есть тоже у них такая довольно удобная там евро или 2 и вы потом с керхера сами пользуйтесь есть такие мойки когда вы бросаете я может быть еще покажу если вам интересно вообще если вам это все интересно то вы мне пишите а то я как-то снимаю знаете последнее время не понимаю нужно ли это вообще кому-то и нет и на самый самый последок сейчас я выйду и покажу вот там еще как может быть видите белая такая будочка сейчас покажу что это такое зачем вот она та самая будочка которую я вам хотел рассказать она тоже как правило находится возле супермаркета всегда есть такая штука и кстати вот фото мотон тоже этот аппарат которым можно сделать быструю фотографию на паспорт или не вам же показывал меня был ролик про него вот эта будочка это место куда сдают одежду ненужную одежду то есть возможно вполне возможно это та самая будочка из которой в странах снг получается так называемый секонд-хенд вот те сами места откуда начинают путешествие это одежда как видите здесь вот нарисованы прямо разные шмотки одежда оба все все сюда входит сюда просто приезжает и просто бесплатно туда засовывают даже видно там пакетики уже торчат он довольно забитый и потом это уже сортируют в разных там не знаю где именно в каком-то в каком-то заведении это дело сортируют и уже отправляют в разные страны которых это дело нуждается вот такой вот момент то есть путешествие одежды секонд-хенд начинается вот таких вот будочек по всей европе я думаю не есть в любой европейской стране такие штуки есть вот во франции они выглядят вот так бокс текстиль называется как видите вот такой вот нюанс теперь наверное все показал и рассказал все то что хотел в этом коротеньком ролике спасибо за просмотр ставьте лайки обязательно пожалуйста делитесь роликами в соцсетях это очень очень полезно для канала я вам буду за это очень благодарен на этом все всем пока и до новых видосов